Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романовой. В начале выпуска коротко о главном. Обновленную набережную Бурнаула готовят к открытию в ближайшее время. Как будет выглядеть городская турзона? Дома в воде по колено и за порогом болота. Микрорайон «Зеленый Клин» в Наукограде топит грунтовыми водами. Они жалуются. Просьбы о помощи местной власти игнорируют. Море грязи и адреналина. Квадрофест впервые провели на Алтае. Репортаж чемпионата Сибири по квадроциклам через несколько минут. Обновленную набережную Бурнаула готовят к открытию в ближайшее время. Строительство второй очереди Бурнаульского туркластера на речном вокзале подходит к завершению. Остались косметические и архитектурные работы. Третье это облагоустройство начнется с реконструкции речного вокзала. Как будет выглядеть городская турзона, знает Полина Жданова. Барнаул будет как на ладони. Четыре огромных туристских бинокля, сродни тем, что находятся на Воробьевых горах в Москве, скоро могут появиться и на вершине Барнаульского Нагорного парка и речном вокзале. Это будут первые подобные бинокли в Алтайском крае. Идею установить их пришла барнаульцу Михаилу Данилюку. По его оценке, предварительная стоимость и установка обойдется в миллион рублей. Но пока воплощение оригинальной идеи под вопросом. Сейчас идет согласование с администрацией и пока от них конкретный ответ не получен. Вообще возможно их устанавливать или нет. Потому что объект такой не совсем простой. Он ходит в туристический кластер и там особое разрешение надо. Не все объекты там можно установить. Пока предприниматели обдумывают, как развернуться на новой туристической зоне, застройщики активно готовятся к официальному открытию набережной. Несмотря на то, что косметический ремонт еще не завершен, жители и гости города вовсю гуляют по просторной аллее вдоль берега Аби. Впечатлениями делятся в социальных сетях. Нравится все. И просторные дорожки, и обилие мусорных баков, и красивые перила, и, конечно, живописный вид. Набережная Барнаула, как и Нагорный парк, входит в туристический кластер Барнаул-Горно-Заводской город. Чтобы облагородить оба объекта, у города ушло более 40 миллионов рублей. Работы поделили на три этапа. Сначала благоустроили сам Нагорный парк, установили знаменитую лестницу, затем создали набережную, большую пешеходную аллею и объездную дорогу. Дело осталось за малым – высадить цветы на клумбах, поставить скамейки, организовать удобную парковку на въезде. Все работы обещают завершить до конца года. К слову, Барнаульская набережная может похвастаться своей уникальностью. Она тупиковая и граничит с парковой экологической зоной, что встречается нечасто. Поэтому архитекторы решили отвезти ей особое место. Это будет зона отдыха и концертная площадка. Любой посетитель набережной или Нагорного парка может с высоты птичьего полета видеть всю набережную целиком, причем вписанную в панораму окружающую. Поднимаясь или опускаясь по лестнице, которая связывает набережную и Нагорный парк, меняются виды, меняются панорамы. Вот этот момент очень отличает Барнаульскую набережную от других. Что важно, набережную Аби подняли, тем самым защитив от возможного подтопления. Следующий объект реконструкции – здание речного вокзала и близлежащая территория. Она также станет частью крупной туристической зоны города. Полина Жданова, Вадим Слюсарев, Алексей Шаульский. Новости. Дома в воде по Калины и за порогом одно болото. Вот уже второй месяц микрорайон «Зеленый Клин» в Наукограде топит грунтовыми водами. Пострадавшие жалуются. Их просьбы о помощи местные власти игнорируют и предлагают продать имущество. В ситуации разбиралась Евгения Князева. Венецианский уголок в сибирской глубинке, но без роскоши – гондол и моторных лодок. Пока уровень воды на приусадебных участках чуть ниже колена. Местные обходятся резиновыми сапогами. Причина – не паводок. «Зеленый Клин» топят грунтовые воды. Из-за того, что подошла вода с апреля месяца, она стоит под домом, под полем, у нас фундамент стал разрушаться. В этой комнате у нас дети находятся, то есть под комнатой, где дети должны проводить свое время. Вот такие дыры. Особенно пострадали те собственники, у которых вода зашла прямо в дом. Мебель и остальное имущество держатся буквально на плаву. Местные говорят, практически лишились крова. Мы здесь уже, представляете, мы здесь абсолютно не живем. Уже почти практически месяц. Ходила везде, звонила везде. Единая служба спасения, МЧС. Они все друг к другу посылают. Идите в ЖКХ. ЖКХ мы не относимся, потому что только высотные дома, они сказали, просили воду откачать. Никто никуда ничего не помогает. Причиной своих бед жители микрорайона «Зеленый Клин» считают построенную в прошлом году дамбу. В управлении ГОЧС «Бийска» эту версию опровергают и уверяют – дело в другом. В этом году земля промерзла почти на метр. Вода просто не может впитаться в грунт. Но чтобы помочь подтопленцам, местной власти сначала нужно разобраться, законны ли вообще постройки в этих местах. Из десяти проверенных домов действительно жилыми оказались единицы. Главой города поставлена задача структурным подразделениям администрации разобраться подворно о законности строений, о законности проживания, о регистрации жителей, в каком количестве, где и как, для того, чтобы можно было определиться, кому оказать какую помощь. Сейчас в помощи нуждаются десятки жителей «Зеленого Клина». По словам исполняющего обязанности начальника управления ГОЧС «Бийска» Виктора Громогласова, существует два варианта решения проблемы. Первый – выделить жителям временное жилье. Второй – спроектировать новый путь водоотведения. Какой из них в итоге выберут, сказать пока сложно. Предугадать здесь можно только то, что вода с участков уйдет не скоро. Впереди еще вторая волна паводка, которая, по прогнозам синоптиков, придет на Алтай уже в первой декаде июня. Евгения Князева, Роман Хайрулин. Новости. Посевная кампания в Алтайском крае идет медленнее, чем в прошлом году. Виной тому аномальная весенняя погода. Учитывая обстоятельства, аграрии меняют культуру и сорта для посева. Об этом губернатор Александр Карлин рассказал журналистам на встрече в формате «Медиалога». На полях края сегодня работают 880 пассивных комплексов и 7 тысяч единиц сельхозтехники. К настоящему моменту посеяли почти 2 миллиона гектаров сельхозкультур. Это около 40% от запланированных площадей. Идет активный сев подсолнечника. Значительно больше в этом году отведено земли под РАПС. Зерновые культуры по-прежнему составляют самый большой объем пассивов. Александр Карлин отметил, основной объем работы должен завершиться до 10 июня. А также напомнил, что аграрии края в этом году должны получить большую господдержку. Во-первых, максимум средств государственной поддержки хозяйством уже транслировано в этом году. Из 3,5 миллиардов рублей, которые планировались и предусмотрены госпрограммой, 2 миллиарда уже аграрии получили. Это во-первых. Во-вторых, мы активизировали работу по доступу нашим аграриям к рынку сельхозтехники, которая субсидируется по известному правительственному постановлению 1432. И о спорте. Море, грязи и адреналина. Квадрофест впервые провели на Алтае. Чемпионат Сибири по квадроциклам прошел на территории комплекса Белокуриха-2. Чем так необычна погоночная трасса, узнаете далее. Восемьсот метров над уровнем моря, грязь, болота, крутые спуски и рев квадроциклов. Участникам нужно проехать 40 километров быстрее соперников. Экономия сил превыше всего. На таком сложнейшем участке спортсмены выкладываются по полной только на последнем круге. И то не без сюрпризов. У меня получается просто после грязевого участка получилась большая ванна. Как бы водой накрывала полностью выше крыши, как бы баги. Но это как бы прилично. Ну и соответственно где-то попала вода, просто он затроил. Но трассу прошел все равно все четыре круга. Трасса Белокуриха-2 идеально подходит для таких соревнований. Горы, подъемы, спуски и естественный рельеф – дело рук самой природы. Лыжно-биатлонный стадион «Алтайские горы» объединил 100 экстремалов со всей Сибири. Сюда приехали спортсмены из республики Алтай, Томска, Кемерово, Новосибирска, Тюмени и Ханты-Мансийска. На Алтае это первый масштабный квадрофестиваль. Без этого Белокуриха перестанет развиваться. Мы все направления поддерживаем – спортивные, туристические. Мы знаем, что наш потенциал очень большой. И этот потенциал будут развивать ежегодно. А квадрофест в Белокурихе-2 теперь добрая традиция. При этом организаторы говорят, любителей принять грязевые ванны в экстремальных условиях в следующем году ожидается как минимум в два раза больше. Анастасия Борисова, Олеся Логинова, Новости. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. До встречи в эфире.